Здравствуйте, уважаемые участники! Я прошу тех, кто нас онлайн слушает и видит, ответить, как звук и как изображение, все ли нормально. А как презентацию? Нет, а где она? А, вот она, все. Здравствуйте, уважаемые участники, те, кто присутствует в нашем зале. Я представлюсь, меня зовут Рыбин Алексей Владимирович. Я юрист на Центре новой муниципальной политики партии Яблоко. И я для вас сегодня прочту такую лекцию. Мы, в принципе, не объявляем, что это семинар. Но в большей степени это все-таки будет похоже на лекцию, тема которой муниципальное благоустройство. Вот, то есть вы узнаете, что такое благоустройство. Сейчас я переключусь, вот так вот. То есть вы, здравствуйте, проходите, присаживайтесь, занимайте свободные места. Мы с вами в течение этого занятия и по итогам этого занятия мы с вами познакомимся с тем, что такое благоустройство. Потому что для некоторых из вас, я думаю, это новое понятие. Хотя вы его много раз слышали. Тем не менее, это понятие, которое подразумевает достаточно широкий круг различных действий, которые входят в это понятие. Мы с вами познакомимся с государственными и муниципальными органами, которые компетентны, которые выполномочены ближе, а наоборот дальше. Вот так вот. Которые выполномочены в сфере благоустройства. Кроме этого, среди нас определенное количество депутатов муниципальных присутствует. Поэтому для них будет актуально им напомнить их компетенцию в сфере благоустройства. Но вот видите, у нас здесь депутаты даже знакомые между собой присутствуют и приветствуют друг друга. Еще дальше? Можно его поставить на стол и вот так говорить. Вот так? Да, вот сидим. Хорошо. Мы с вами познакомимся с городскими благоустроительными, так называемыми, организациями. Мы с вами узнаем, что такое паспорт и проект благоустройства. И кроме этого, мы с вами познакомимся с ответственностью за нарушение благоустройства. Вот. И я думаю, что для многих из вас это занятие будет полезно, потому что вы поймете, как можно легко и, ну, относительно просто бороться с нарушениями в сфере благоустройства. Если вы обнаружите, что рядом с вами на улице появился снег, и его не убирают, или появились какие-нибудь провалы в асфальте, трещины в асфальте, и они не заделываются, скамеечки поломанные, детская площадка, на которой не работают качели, карусели, вот это все можно, в принципе, привести в порядок путем присутствия на нашем занятии и ознакомления с этой самой вот интересной темой, которая называется благоустройство. И вот на одном из предыдущих занятий ко мне обратился слушатель вот с такой вот ситуацией, которая вполне возможно, что и у вас, что и вам тоже знакомы, аналогичные ситуации. Вот смотрите, в Войковском районе, ну, по его мнению, благодаря бездействию главы управы Войковского района Сидорова по 6-му Новоподмосковному переулку образовалась вот такая ситуация, что на асфальте возникли два провала на тротуаре достаточно глубоких, которые после того, как дождь прошел или снег там подтаял, заполняются водой, и жители, то есть провалы эти настолько обширные и большие, что жители вынуждены ходить, обходить эти провалы по газону, вытаптывать, соответственно, газон. Вот, а сами эти лужи, несмотря на то, что жители пишут, жалобы в управу, в префектуру, в совет депутатов, к депутатам обращаются за помощью, тем не менее на протяжении двух лет эти две лужи остаются на месте, и даже вот это вот безобразие получило название имени главы управы, Морем Сидорова его обозвали, местные жители. Фотографии, к сожалению, нету, но вот на слово, поверьте, что по всей видимости такая, да, что лужа настолько велика, что жители ее в итоге ликвидировали, в итоге вот того, что жители побывали на семинаре, послушали некоторые рекомендации, на которые я им дал, куда именно жаловаться, вот, и в результате они добились того, чтобы эта лужа, это море имени Сидорова было ликвидировано. Вот, а если бы они не занимались этим, то я уверяю вас, что эта лужа продолжала бы до сих пор благополучно существовать, и море имени Сидорова выширилось бы и разливалось все дальше и дальше. Вот, так что мы с вами потихоньку решим эту ситуацию, сначала познакомившись с тем, какие законы имеются в сфере благоустройства. Вы можете не фотографировать, потому что это все будет вам предоставлено в виде ссылок по итогам занятия, как обычно это в шаге бывает. Да, Марина Севергутина вам разошлет, да, не бумажный вариант, а можно будет скачать эти материалы, вот, в виде презентации, в виде ссылок. Вот, море Сидорова. Ну, вот, на 6-й Новоподмосковный переулок, и там опрос местных жителей можно провести. Значит, видите, нормативная база. Закон города Москвы о благоустройстве в городе Москве, закон города Москвы об обеспечении открытости информации и общественном контроле в сфере благоустройства жилищных и коммунальных услуг. Вот, потом настоятельно вам рекомендую иметь в виду, что в Кодексе об административных правонарушениях города Москвы есть глава 8-я, она посвящена полностью административным правонарушениям в сфере благоустройства. Вот, и, значит, на следующем слайде, сейчас я вам покажу государственный орган, мой любимый, вот, в который я люблю жаловаться, для того, чтобы решать вопросы, если вдруг в сфере благоустройства я обнаруживаю какие-то неприятности, какие-то нарушения. Вот, кроме этого, существует множество постановлений правительства Москвы, здесь далеко не полный перечень их дан. Ну, видите, постановление правительства Москвы о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, то есть, видите, есть такой орган, который нацелено у нас благоустройством, занимается в правительстве Москвы. Кроме этого, депутатам знакомо 507-е постановление ПП о порядке формирования, согласования, утверждения перечень работ по благоустройству творовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению, на объектах озеленения третьей категории, расположенных в жилой зоне капитальным ремонтом многоквартирных домов. Но здесь капитальный ремонт многоквартирных домов, вы не обращайте на него внимания, потому что это не тот капитальный ремонт, к которому мы сейчас уже привыкли немножко. Вот, присутствующая здесь Татьяна Иосифовна, она вам более... Сofер иabad-зд Environmental är прав Б곁 energy doivent сминиться, бы ее нить таковыт, Перевод на ещiel?, в тоже exotic дома, в разных местах с оттенцов звонки, в или obligат身 Sovi Jahre, реализуют читальную хорошую нагрузку, но он создается и официей, что если вы посещали, изв unintention, обс vivение, выс苦ательное логично изменение gaming, хочу вы это пользоваться назначаем, как и скорбовра性 они называли敢ебные же. Продолжение следует... Раз, два, три. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, видите, насколько широкое понятие, насколько оно подразумевает широкое понимание вот этого самого понятия благоустройства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Информационные конструкции... Вот те самые информационные доски, которые так много споров тоже вызывают, которые вешаются у нас на домах, вот, и кому они принадлежат, значит, это вызывает споры у жителей и у администрации города. Значит, произведение монументально-декоративного искусства. Сезонное кафе. Вот это все объекты благоустройства. Соответственно, собственники и владельцы этих самых объектов являются субъектами благоустройства. То есть это те субъекты, которые у нас будут фигурировать в качестве лиц, которые будут отвечать за благоустройство. Если они нарушают что-то, то мы их будем привлекать к административной ответственности. К административной ответственности их будем привлекать при помощи органов компетентных в сфере благоустройства. А какие это органы? Нет, сначала я вам расскажу, что есть у нас еще такая тема, как открытость информации о благоустройстве. То есть информация о всех планируемых работах по благоустройству, она должна размещаться в информационных системах города Москвы. Эта информация должна быть доступна как гражданам, так и депутатам, так и органам, как государственным, так и муниципальным. А вот теперь у нас органы, которые немножко на красном фоне нехорошо видно, но тем не менее я озвучу, продублирую их. Потому что красным фоном выделены наиболее важные органы в сфере благоустройства, с которыми вы чаще всего будете сталкиваться. И один орган, в который чаще всего вы будете жаловаться на всевозможные нарушения в сфере благоустройства. Значит, видите, я красным подсветил департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Но здесь нам слово благоустройство подсказывает, что это действительно орган, который важен в этой сфере. Потом, объединение административно-технических инспекций, сокращенно ОАТИ. Вот это мой любимый орган, в который я люблю жаловаться на всякие нарушения благоустройства. Например, не вовремя, вот сейчас начнутся снегопады, да, сейчас начнутся снегопады. Уже сегодня температура далеко за минус ушла, и лужи у нас превратились в капки. Значит, если где-то вы столкнулись с тем, что у вас замерзшая лужа, и ее не посыпали, либо не поработали там скребком и лопатой, значит, надо сразу жаловаться в ОАТИ, в объединении административно-технических инспекций. Значит, у меня иногда получается так, что вот в 9 часов утра я там должен выйти из дома, вот, но я вижу, что дорожка к метро еще не очищена от снега. Я быстренько набираю через сайт МОСРУ жалобу через электронную приемную о том, что вот по такому-то адресу не очищена дорожка. Вот. И пока я продолжаю собираться, получается иногда так быстро, что я выхожу и уже начинают там скрести снег. Вот. Поэтому, ну, не знаю, может быть, я просто это, конечно, придумал, и у меня так удачно это получается. Вот. Но не исключено, что это не просто совпадение, а что действительно этот орган настолько быстро связывается с подрядными организациями, с теми самыми городскими благоустроительными организациями, с которыми мы с вами сейчас еще немножко попозже познакомимся, с большинством из них. Вот. Но это знакомые вам жилищники. Да. Телефон, я не знаю, я через электронную приемную с ними связываюсь. Вы в интернете можете без труда найти эти телефоны. В интернете без труда найдете этот телефон. Вот. В каждом административном округе есть управление свое УАТИ. В каждом административном округе. Вы можете по телефону туда звонить. Значит, кроме этого, наши любимые префектуры и управы районные. Вот. Они также... Это два органа территориальных, которые в основном занимаются благоустройством. Вот. Каким боком они занимаются благоустройством, сейчас мы с вами выясним. Вот. Кроме этого... Кроме этого, видите, я здесь написал, что департамент культурного наследия, департамент природопользования и охраны, здравствуйте, окружающей среды, госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Вот. У них есть определенная компетенция в сфере благоустройства. Поэтому, если где-то недолжным образом содержится какой-то земельный участок, который находится в государственной собственности, вот, вы можете вот в эту государственную инспекцию пожаловаться в Мосгосстройнадзор, он называется, вот так вот, сокращенно. Вот. Ну и кроме этого, видите, здесь сереньким подсвечен у нас орган местного самоуправления Совет депутатов. Совет депутатов также имеет достаточно широкую компетенцию в сфере благоустройства. И вот мы сейчас с вами по Совету депутатов немножко пройдемся по его компетенции в сфере благоустройства. Значит, что у нас Совет депутатов чем занимается? Он вносит в органы исполнительной власти предложение по благоустройству муниципальной территории. Кроме этого, согласует ограждающее устройство. То есть, если вам нужно будет согласовать шлагбаум возле дома, вот, то вы пойдете на согласование в Совет депутатов, вот, принесете туда проектик, и, соответственно, депутаты будут голосовать. Согласовать вам эту установку этих шлагбаумов вот по предложенной вами схеме или не согласовать? А это, в частности, зависит от той темы, которую вы в среду будете обсуждать, каким образом у вас распространяются границы вашего земельного участка, вашего многоквартирного дома. Потому что оградить вы можете именно свой земельный участок. Вот, потому что если вы поставите шлагбаум на чужом земельном участке, вот, то туда придут жители, ну, в Совет депутатов придут жители другого дома и скажут, а почему на нашей территории был поставлен чужой шлагбаум, вот, а почему перегородили нам проезд к нашему дому. Вот, это вызывает споры, в том числе и судебные споры, и в том числе суд может принять решение о том, что вы потратили уже деньги, уже установили этот шлагбаум, вот, а суд принял решение снести его. И Совет депутатов будет отзывать, то есть будет признавать незаконным ранее принятое решение о согласовании установки такого шлагбаума, вот, и принимать решение об отмене своего ранее принятого решения. Вот, и вы попадете в такую ситуацию, когда, в общем-то, вам нужно будет уже судиться с Советом депутатов и с него пробовать каким-то образом вернуть деньги за то, что вы потратились на установку этого самого шлагбаума. Да, да, давайте. Да. Скажите, пожалуйста, имеет ли возможность Совет депутатов вносить предложение по перемежеванию или внесению поправок в проект перемежевания многоквартирного дома? Да, это земельный вопрос, который будет в среду, но, в принципе, я авансом вам скажу, что Совет депутатов имеет такую компетенцию, имеет такую компетенцию Совет депутатов. Как вы сказали? Значит, это восьмая статья 56-го закона об организации местного самоуправления в городе Москве. Вот, 20, там какой-то пункт, он позволяет Совету депутатов входить с предложениями в Московскую архитектуру, за тем, чтобы вносить предложения об изменении проекта межевания, проекта планировки, ну и другой градостроительной документации. Вот, поэтому имейте это в виду. Вот, такое возможно. Значит, согласование благоустройства парков, скверов, находящихся в видении департамента ЖКХ и Бэй, префектуры, участие в работе комиссии по приемке благоустройства дворовых территорий, и согласование ежегодного адресного перечня территорий для благоустройства дворовых территорий. Вот это вот все компетенция Совета депутатов. Какие благоустройственные организации имеются у нас в городе Москве? Ну, вот видите, здесь вы уже поймете, почему я там префектуру, департамент ЖКХ и Бэй и управу подсвечивал красненьким. Дело в том, что департамент ЖКХ и Бэй является учредителем городских государственных бюджетных учреждений автомобильной дороги, которая обслуживает МКАД и крупные магистрали. ГБУ Гормост также является учредителем ГБУ Гормост, который обслуживает мосты, эстакады и прочие вот такие вот крупные объекты. Префектура является учредителем одноименных учреждений ГБУ автомобильной дороги, но там только уже это будет автомобильной дороги САУ, например, автомобильной дороги Северного административного округа. То есть это улицы, менее крупные магистрали. ГБУ Жилищник района учредителем также является префектура. Значит, вам это тоже все полезно знать, потому что с точки зрения юридической, с точки зрения юридической. Вот Жилищник – это частная организация, имеющая свой устав, имеющая своего директора. Разумеется, префектура может сместить этого директора, если он не будет прислушиваться к ее распоряжениям, советам и прочим благим пожеланиям. Но, тем не менее, директор Жилищника обладает абсолютной, в общем-то, автономией в этом смысле. И он вовсе не обязан подчиняться каким-то приказам из префекта, хотя, безусловно, он будет к ним прислушиваться, хотя бы ради того, чтобы его не уволили с его должности. Поэтому, с точки зрения юридической, это частная организация, но нас не должно здесь смущать, что это государственное бюджетное учреждение. Да, это государственное бюджетное учреждение, но это частное юридическое лицо. Да, это частное юридическое лицо. Ну, это точно так же, как мы бы с вами пожимали... Да, да, нет, это исходит из Гражданского кодекса. В Гражданском кодексе так написано. Учреждение, да, это частное юридическое лицо. Нет, это придумано нашими цивилистами, которые написали Гражданский кодекс еще в 93-94 году. Да. Да. Да, давайте, да, давайте дальше, да. Значит, такими же государственными бюджетными учреждениями являются... Они хоть и государственные, хоть и бюджетные, но тем не менее, с точки зрения юридической, я вам еще раз подчеркиваю, вот это частные юридические лица, да. Это, значит, Московское городское управление природными территориями. Видите, у него учредитель департамент природопользования и охраны окружающей среды. То есть департамент... Это означает, что департамент не сам там нанимает каких-то работников, которые ходят и подметают или содержат в чистоте территорию какого-нибудь парка или особо охраняемой природной территории. Это значит, что департамент учредил определенную организацию, и эта организация поручена вот на особо охраняемой природной территории, там, например, парк Лосиный остров, заниматься поддержанием его в порядке, в чистоте, делать там какие-то санитарные вырубки, высохших деревьев, ну и так далее, и тому подобное. Значит, департамент культурного наследия является учредителем государственных автономных учреждений культуры. Парк культуры и отдыха, например, да, Центральный парк культуры и отдыха, парк культуры и отдыха Сокольники. Вот, это у нас все департамент культурного наследия, учредитель. Здравствуйте. Значит, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства является учредителем государственного казенного учреждения МОЗИЛЕНХОЗ. И префектуры, видите, префектуры у нас имеют, являются, вернее, учредителями государственных бюджетных учреждений дирекция парка, там, какого-нибудь мелкого. Например, дирекция парка Дружба, там, дирекция парка Пятидесятилетия Октября, ну и так далее. Это вот все уже подведомственно, скорее всего, префектуре будет. Организация, занимающаяся благоустройством иных, главным образом, дворовых территорий. Так как, ну, это в среду вы будете более подробно изучать земельные участки многоквартирных домов, так как многие, большинство земельных участков многоквартирных домов, они формально, по крайней мере, формально находятся в государственной собственности, и пока вы их не поставили на кадастровый учет, они будут продолжать находиться в государственной собственности, то их благоустройством будет заниматься и ГБУ-жилищник района. Поэтому, как только вы выходите из дома, вот дверь дома, подъезды вы закрыли и ступили на тротуар, то вы ступили на городскую землю. И там благоустройством, в том числе, например, уборкой снега, вот кто должен убирать снег, наша управляющая организация, там ООО «Ромашка», к примеру, да, или ГБУ-жилищник. Такой спор вполне возможно может быть между жителем и работником, который в это время подметает там территорию. И житель с удивлением может узнать, что это подметает работник ГБУ-жилищник. Вот для того, чтобы не удивляться этому, надо просто знать, что вы ступили на городскую землю, которая формально городская земля, и поэтому именно работники ГБУ-жилищник отвечают за благоустройство здесь, за чистоту, за то, чтобы там не было снега, чтобы там не было скользко, да, подходите сюда, тогда здесь задавайте вопрос. Еще раз, земельные участки многоквартирных домов находятся под содержанием на субсидии, которые выделяются из бюджета города Москвы. То есть субсидию получают ГБУ-жилищники, проводят просто обслуживание. Никакой городской земли не существует, только внешнеквартальные проезды. Понимаете? Нету городской земли у Москвы никакой. Это вся земля принадлежит нам владения. Мы на эту тему сейчас спорить не будем, а в среду вам Татьяна Иосифовна и лектор более подробно расскажут по этому поводу. Да, я знаю, что есть такая позиция, но, к сожалению, если бы вы посудились в судах, то вы бы узнали противоположное мнение судов о том, что это все-таки городская земля. Но это спорный вопрос, поэтому я говорю, я не буду на нем останавливаться. И мы с вами сейчас не для этого здесь собрались, чтобы спорить, а для того, чтобы познакомиться с городскими благоустроительными организациями. Вот Жилищник – это одна из городских благоустроительных организаций, которая поддерживает чистоту, в том числе на тротуарах возле ваших... Это казенное учреждение, а Б – бюджетное учреждение. Мы тоже не будем в этом сейчас, на этом зацикливаться, чем они там друг от друга отличаются. Я вас уверяю, что это для нас не имеет, вот для нас, для наших целей, это не имеет абсолютно никакого значения. Ну, мы, по крайней мере, в этих деньгах сейчас разбираться не будем. Сейчас разбираться не будем. Значит, давайте теперь познакомимся с тем, как происходит благоустройство, на основании каких документов. Жилищники у нас осуществляют благоустройство. Так вот, благоустройство осуществляется на основании проекта благоустройства, это норма закона. И в отношении каждой территории города Москвы должен быть оформлен паспорт благоустройства, на котором одно из составных частей этого паспорта благоустройства, значит, это графическая часть, вот тут даже, видите, фотография приведена, это схема благоустройства, составная часть этого самого паспорта благоустройства, на котором изображены как наши дома, так и все объекты там озеленения, малые архитектурные формы, вот, тротуары, ну и прочие объекты благоустройства. Вот это вот документ, с которым вы можете познакомиться. Значит, раньше, когда везде, во всех районах были государственные казенные учреждения, инженерная служба района, я бы вас отправил за ознакомлением с паспортом благоустройства, проектом благоустройства, в ГКУ ИС района. Вот, но сейчас в некоторых районах, вообще-то говоря, уже в большинстве должно быть районов, ГКУ ИС, они ликвидированы. Вот, и их функции, их компетенция, она полностью передана в жилищники. Поэтому жилищник, он является одновременно и организацией, которая ведет вот этот самый проект, паспорт благоустройства, вот, и одновременно по этому же проекту паспорта благоустройства жилищник и живет. Вот, то есть занимается благоустройством, поддерживает в чистоте и в порядке все те объекты благоустройства, которые я перечислял здесь. Значит, советы депутатов у нас занимаются утверждением проектов адресных перечней дворовых территорий. Адресные перечни благоустройства дворовых территорий – это ежегодные такие планы, которые формируют управа района. И поэтому она нам здесь интересна, как орган государственной власти, который компетентен в этой сфере. Вот, то есть управа, в частности, занимается подготовкой вот этих самых адресных перечней дворовых территорий в плане их благоустройства. Эти планы формируются, эти проекты формируются на основании, вот обратите внимание, обращений жителей района. Поэтому вы это имейте в виду, если вам нужны новые лавочки, новые детские площадки, значит, хотите там бордюр заменить, хотите, чтобы вам асфальт у вас потрескался на проезжей части или на тротуарах на ваших, вот, то, соответственно, вот сейчас осенью начнутся обсуждения где-то 1 ноября, если я не ошибаюсь, потому что до 1 октября управы готовят эти планы благоустройства. Вот, а с 1 ноября они поступают на утверждение Советов депутатов. Вот, Советы депутатов утверждают вот эти вот адресные перечни дворовых территорий. Вот, вы можете туда прийти, на Совет депутатов, это Совет депутатов открыто проводит заседания свои, вот, и убеждать депутатов, что именно ваша территория в первую очередь нуждается в благоустройстве. Значит, те, кто ходят, те и получают благоустройство. Вот от дома, например, в котором я живу, люди активные, они ходят на такие заседания Советов депутатов и вовремя подают в управу заявки на благоустройство. Поэтому у нас и детская площадка хорошо благоустроенная, и там свежий песочек, значит, резиновое покрытие, которое, да, вот, значит, у нас спортивная площадка есть рядом с домом, у нас освещение, у нас освещение возле дома, которое, то есть, у нас хорошо освещено. Пока у нас жители были пассивные, не ходили никуда. Это речной вокзал. Да, фестивальная улица, дом 4. Вы, если хотите вопрос задать, вы подойдите и в микрофон. В микрофон вопрос задайте, потому что иначе вы, иначе не слышно будет. Да, давайте тогда, да, давайте тогда дальше, да, давайте тогда дальше пойдем. Я отвечу на ваш вопрос тогда после занятия. Значит, кроме этого, имейте в виду, что, и это тоже зависит от ваших депутатов муниципальных, которые частично здесь присутствуют, и у нас в онлайн-трансляции тоже депутаты муниципальные присутствуют и следят за нашей онлайн-трансляцией, что имеется такая сфера, как благоустройство за счет средств стимулирования управ. Эти средства, откуда они происходят? Эти средства появляются у управ от сдачи собственников квартир в наем. Ну, таких немного. Таких квартир, официально, по крайней мере, тех, кто пошел и зарегистрировался в налоговой инспекции, что он сдает квартиру, таких немного, от патентов индивидуальных предпринимателей, которые на территории вашего района зарегистрированы и действуют. И вот самое главное – это средства от тех парковочных мест, то есть от платных парковок, которые устроены на территории вашего района. То есть машины, которые останавливаются у вас на парковочном пространстве и за которые платятся деньги городу, значит, часть этих денег направляется управом для стимулирования, для их стимулирования, для того, чтобы часть этих денег направлялась на благоустройство. И вы также можете повлиять на планы этого благоустройства, если вы будете приходить на совет депутатов и вовремя обращаться в управу свою районную, чтобы вас, соответственно, включали в планы благоустройства за счет средств стимулирования управ. Имейте это в виду, да, имейте это в виду, потому что это деньги, а деньги никогда лишними не бывают. Значит, контроль в сфере благоустройства каким образом происходит? Ну, в первую очередь, я вам уже сказал, что обратите внимание, что есть такой полезный орган, который называется ОАТИ, Объединение административно-технических инспекций. Это государственный мониторинг, этот орган осуществляет государственный мониторинг и контроль в сфере благоустройства. Но кроме этого, нельзя забывать, что все держится на людях, все держится на наших гражданах и на их активности. Потому что если вы не будете жаловаться на плохую уборку снега, на плохую уборку каких-то наледей, которые остаются сейчас, потому что трактор проехал, он снег убрал, но налить осталось. Для того, чтобы налить убрали, для этого должен еще дворник поработать. Для этого, возможно, вам придется пожаловаться в ОАТИ. Таким образом вы будете осуществлять, в частности, общественный контроль в сфере благоустройства. Поэтому не забывайте, что есть такая служба. Поэтому если вдруг у вас плохо убирается улица, если плохо убираются тротуары, особенно сейчас в снежную погоду, которая к нам грядет, то жалуйтесь в ОАТИ, не стесняйтесь, пишите туда через портал МОСРУ, через электронную приемную, жалуйтесь на плохую уборку. Если же, если же ваш участок, и вам в этом среду объяснят, если же ваш участок будет поставлен на кадастровый учет, и он будет уже в вашей собственности, то в этом случае за него уже будет отвечать ваша управляющая организация за уборку этого придомового вашего участка. И в этом случае надо жаловаться уже не в ОАТИ, а в МОСЖИЛИнспекцию. Да, это, понимаете, это уже другой орган надзорный, который следит за тем, чтобы управляющие организации должным образом поддерживали порядок вокруг ваших домов, и, соответственно, эффективно пожаловаться надо будет уже в МОСЖИЛИнспекцию. Поэтому вот такое изменение произойдет, если вы свой земельный участок поставили на кадастровый учет, и он перешел в вашу собственность. Жаловаться будете уже в МОСЖИЛИнспекцию, а не в ОАТИ. А в ОАТИ будете жаловаться уже когда выйдете на так называемые городские земли. Хотя, видите, меня здесь прокритиковали по поводу того, что городской земли в городе быть не должно. Я с этим отчасти соглашусь, но, к сожалению, это не всегда поддерживается. Эта позиция не всегда поддерживается нашими судами. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, что если какие-то нарушения происходят в сфере благоустройства, то вам в поддержку и вам в помощь восьмая глава Кодекса об административных правонарушениях города Москвы и вам в помощь объединение административно-технических инспекций. Вы туда можете пожаловаться. Но здесь я привел, видите, конкретный пример. Вот, например, если какая-то стройплощадка, если рядом где-то с вашим домом происходит застройка, и стройплощадка не оборудована пунктом мойки колес, или она оборудована, но колеса реально не моются, и грузовой автотранспорт вывозит всю грязь за пределы стройплощадки на улицу. Вот, то жалуйтесь, видите, штрафы тут не такие маленькие. На организацию штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Один раз. Вот. И причем по каждому случаю может быть выписан самостоятельный штраф. То есть вот 100 машин проехало, и 100 раз, соответственно, такой штраф может быть выписан инспектором УАТИ. Вот. Поэтому не стесняйтесь, жалуйтесь, по каждой вашей жалобе инспектор приедет, составит протокол об административных правонарушениях, вот, и привлечет вот эту самую организацию нарушителя к административной ответственности. И вот ситуация, с которой я вас познакомил в самом начале, ситуация с этим самым морем Сидорова, которое разлилось и никак не хотело, никак не хотело высыхать. То есть я жителям посоветовал, начните жаловаться в УАТИ, начните жаловаться в УАТИ, и не на главу управы, который в данном случае, ну, вообще-то, грубо говоря, ни при чем. Вот он не может вам ничем помочь. Не может. А нужно жаловаться на организацию, подрядчик, которая взялась отвечать за благоустройство на вот этом вот самом тротуаре. Это, скорее всего, жилищник районный. Вот он за это деньги получает, он там выиграл конкурс, вот, он там на госконтракт несколько сот миллионов, скорее всего, получил за это. Вот. И поэтому один раз его оштрафуют УАТИ, второй раз оштрафуют. Особенно не стесняйтесь, пишите, чтобы привлекали к административной ответственности конкретно должностное лицо. руководителя УАТИ. Вот. Там хоть штрафы и поменьше, но все равно они, да, достаточно болезненные. Там от 10 до 30, по-моему, тысяч. Вот так вот. Ну, так 2-3 раза оштрафуют его на 10, там на 20 тысяч. Вот. Глядишь, ползарплаты у него улетело уже на штрафы. Вот. И уверяю вас, что с третьего, с четвертого раза найдется асфальт, и это море было ликвидировано, ликвидировано, по-моему, ну вот, жители там 2 или 3 раза пожаловались, и море, это сей имени Сидорова, было ликвидировано, хотя до этого была двухлетняя переписка, долгая с управой, с префектурой, и им там обещали, что их там в планы, там в какие-то благоустройства поставили. В общем, обещания были с три короба наплетены, вот, а в итоге проблема была решена буквально в течение месяца где-то. На этом я свое повествование завершаю, вот, я здесь свои данные опубликовал, то есть, если вам понадобится мой телефон или мой адрес со мной в переписку в какую-то вступить там по поводу конкретных ваших ситуаций, вот, мне там пытались задавать вопросы с места. Кроме этого, поступил вопрос по озеленению, сейчас я вам дам возможность спросить. Да, значит, вопрос по озеленению мне поступал, на который я таким образом отвечу, что озеленение, к сожалению, это такая спорная, это такое спорное понятие, которое относится как к благоустройству, так и к содержанию зеленых насаждений, которыми у нас заведает Департамент природопользования и охрана окружающей среды. Вот, и вообще-то, строго говоря, он должен был бы, то есть, мы это должны были бы разбирать не в теме благоустройства, да, вот, а в теме озеленения, экологии, ну, и так далее. Вот, поэтому, но тем не менее, те, кто внимательно слушал меня и компетенцию Совета Депутатов изучал, вот, то я там оговорился, что озелененные территории третьей категории, то есть, парки, скверы и так далее, третьей категории, то есть, которые находятся в жилой зоне, вот, которые не находятся у нас в природных комплексах специально, которые специальному регулированию подчиняются, вот, на них распространяются распространяются планы по озеленению, вот, в них участвует департамент ЖКХ и Б, и поэтому там можно требовать, чтобы вашу территорию озеленили, там какие-то кустарнички подсадили, деревья посадили новые, да, вместо спиленных, например, засохших, вот, поэтому вы можете иметь это в виду и опять же, как я вам сказал, вовремя обратиться в управу, в районную управу с заявкой на озеленение, управа вас, соответственно, включат в очередной план озеленения, совет депутатов, вы на совет депутатов еще придете, депутатам своим, объясните, почему так необходимо, чтобы озеленение произошло именно на вашей территории, а не у соседнего дома, вот, и депутаты с вами согласятся, и вы таким образом за счет городского бюджета получите достаточно дорогостоящий комплекс услуг, вот, которые будут именно по строке благоустройства проведены, и вы сделаете приятное себе и жителям своего дома, своим соседям, вот. Давайте вопрос, вы только тогда... Вы знаете, вы тогда лучше его прочтите мне, потому что, да, потому что я... Возьмите микрофон. Так, парковка ближе 9 метров от здания запрещена. Это вот пожарники часто вот такой вот момент объясняют, от квартирных домов. Вот что здесь можно как... Не, ну... не, ну 10 машин, 10... Ну, пожарники вот так вот объясняют. Вопрос в чем? Вопрос в том, что все-таки как здесь вот разбираться с этим? Есть санитарные нормы и правила? Да, пожарники. Да, пожарники. Здесь... Здесь... Здесь и СНИПы есть, и САНПИНы, да. Да, в соответствии с которыми устанавливаются определенные... САНПИН, которые имеют меньше вредительную стилю, чем в строительстве многое. Совершенно верно. Вам Татьяна Осовна отвечает. Ну, я отношусь на САНПИН, который мне в частности знаком. Знаком, да. Вот. Что там, если я не ошибаюсь, там 15 метров, по-моему, от парковки должно быть до... до края. Нет, а остановка вообще запрещена возле жилых подъездов, под окнами. Нет. Парковка, да. Значит, жалуйтесь в УАТИ. жалуйтесь в УАТИ. Вот я вам уже... Я вам ответил на этот вопрос. Что если какие-то нарушения в сфере благоустройства, вот, а это нарушение в сфере благоустройства, то вам имеет смысл пожаловаться в УАТИ. Инспектор, если он... Если он... Если эта машина длительное время находится там, вот, значит, пусть идет по ряду этих машин и составляет протокол об административных правонарушениях в отношении этих самых водителей. А это инспектор, это инспектор... Извините. Берете фотоаппарат, знаете такое устройство? Фотографируете и отправляете на соответствующий сайт ГИВДД. Ему с первого раза гарантируются штрафовки. Если вас не прирежут в подъезде, не выбьют окна, то у нас есть один активист в Шаге, который 242 машины научил правилам. Так что займитесь, пожалуйста, и не надо приопираться с лектором. Совершенно правильно. И я благодарю Афина Иосифовна за эту помощь. Да, первый вопрос. Анастасия Валерьевна, муниципальный депутат Гагаринского района. Да, вопрос. Если не исполняется решение Совета депутатов систематически по благоустройству, куда реально можно пожаловаться? Это первый вопрос. Второе. Если депутатов не приглашают на комиссию по открытию и приемке работ по благоустройству, то, что есть полномочия по 39-му закону, вот если нас не приглашают, куда можно пожаловаться? Ну, по поводу, я так понимаю, всякие мафы там на сломанные, можно жаловаться в УАТИ, да? Это я поняла, да. И третий вопрос по озеленению. Как озеленить не дворовые территории, не третью категорию, а улицы? Куда подавать заявки? Мы обычно собираем отжитие централизованные, это вот хотелось бы понять, куда эти списки можно принести. с последнего, с ответа на последний вопрос я начну. Это, вероятно, в СССР департамент ЖКХ и Б. Вам нужно будет заявку такую оформить. Вот. И вступить с ним в переписку, и, соответственно, чтобы он вас включил в план, в свой план благоустройства. Вполне возможно, что это нужно будет вступить в переписку, с префектурой. Просто мне здесь категория улицы, да, не очень понятна, потому что в зависимости от категории улицы, если это крупная магистраль, то тогда департамент ЖКХ и Б. Вторая категория. Ну, это, скорее всего, префектура. Скорее всего, префектура. А как понять, какие сроки там, потому что вот я знаю, что озеленение, ну, третья категория, но там на основе 743-го ПП, где там четко прописано, как до какого числа куда подавать заявки, а вот тут нет никаких, ну, нам неизвестны регламенты, да, как это. Я сходу не готов ответить на этот вопрос. Я готов к нему взять его незаметку, проработать. И вам уже тогда в частной переписке или в разговоре со мной там по телефону вам, соответственно, ответить. На первые два вопроса я отвечу вам таким образом, что нужно жаловаться в прокуратуру. В другом способе, к сожалению, я вам... Ну, отправлять вас в суд судиться я не буду, потому что это не очень перспективно, но особенно, когда нет навыков нахождения по судам. Да. Ну, это в далеком будущем, да. Да. Вот. Таким образом, сейчас вместо шерифа у нас прокуратура будет действовать, да. Да. Да, точно. Даже два вопроса. Первый из них касается оград. Вот, я не знаю, ходят разговоры по распоряжению Бирюкова у нас срезали все ограды, которые облагоустройство у нас. Нет, ну, не знаю, я живу в районе, в краю непуганных пролетариев, у нас все срезали. И пролетарии радостно сдали этот металл, куда следует, как ни странно, да, за деньги, да. И в результате у нас явление, я не про автомобили, где вот начинают это. У нас просто граждане потеряли сразу навык хождения, да, и ходят через цветники, разбитые жителями, и выгул собак. Это большая санитарная проблема. Значит, пока были вот эти малюпусенькие даже вот оградки, собаки не, ну, не пересекали. Я обращалась в управу с требованием восстановить, и вообще дело в том, что мой конкретно большой полисадник, в нем я высадила лично редкие породы цветов, там, кустарников, значит, вот, и попросила более высокую ограду, и мне отказало управу, заявив, что этого в планах нет. А при этом фотографировать и показывать, что это там цветет и зачем, это пожалуйста. Я не знаю, и может быть, я в этом году еще успею тогда, это первый вопрос. И второй, вот, к сожалению, очевидно, это по природоохранникам. Мне жаловались шаги, что для того, чтобы получить согласие на высадку кустарников, человек кустарник, породистый, два года убил. Да, разрешение не на этот перечень несчастники, которые они выдают, но, тем не менее, декоративный кустарник в нашей климатической зоне, человек убил два года. Вот я в ужасе, я хочу катальпу посадить, и такое дерево цветет такими огромными цветами. Вот, я думаю, и что же делать? Потому что, я так поняла, что если им не понравится, что она там растет, они ее вообще смогут выкорчивать, вырубить ее. Что делать? Их подчинили до ЖКБ, и что будет теперь? За счет собственных средств, да, и тем не менее, при этом он интродуцирован, он есть у нас в общих наборах, пожалуйста, но в их наборах нет. Два года человек переписывался, принципиально желая получить разрешение. Ну, я не знаю, мне кажется, что мы как яблоко должны как-то вообще встрять в эту ситуацию, потому что это ненормально. Но главное, это вот что же с оградами, на каком основании в 131 законе сказано, что эта малоценка, она переходит немедленно в наше пользование. Это наше имущество. Как только она изготовлена и установлена, она становится собственностью граждан. Каким образом можно было распорядиться? И что делать, чтобы заставить, вот, обнести, вернуть, куда писать? Да? Да, меня на глазах загружали на соседей улице. Что? Да. Татьяна Осиновна, значит, не буду оригинален, отправлю вас жаловаться в прокуратуру. Ну, кто же полицию, если вы считаете, что это ваше имущество, и его имуне вас украли, вот, ну пусть, а почему нет? Пусть формально к этому отнесутся, и вы свою позицию выскажете, что вы так и так. Я считаю, что это мое величное имущество. Сейчас я вам дам. Татьяна Осиновна. Это не имеет значения на кадастрии или нет. Понимаете? У нас есть такие правила, например, в законе, если вы 15 лет жили в квартире, которой никто не занимался, да, помните, по фактическому проживанию можно оформить, ну, такое, теоретически, да, право на квартиру можно, да, давностное владение, а здесь тем более, никакое, понимаете, установка этих оград очень грубой, юридически, это было доброходное деяние в пользу граждан правительства Москвы, то есть никто не падал в ноги и не просил их ставить. Они их поставили и обосновали, потому что они понимали, что это улучшит санитарное состояние, безопасность пассажиров и прохожих в связи с парковками незаконными и так далее. Ну и, между прочим, заведет неплохое инициативное благоустройство, правильно я говорю? Вот я же завела, как только выглянула в окошко. Сегодня эта ситуация такая, что люди отказываются делать цветники, отказываются, ну потому что для того, чтобы мне там на велосипедах разъезжали и ходили, и главное собаки, ничего против не имею, но это же невозможно в конце концов. И меня волнует законность, на каком основании весь город, понимаете, вот в чем дело? По чему-то представлению и какой путь? Я должна подать на ограды в, может быть, не в смысле, заявление, я подписала, отправила в главе управы, я же говорю, он меня отправил. Может, мне совет депутатов напрямую, коллективный? Да, это да, это само путь. Да. И вот сейчас, хотя бы повторно вернуться к этому вопросу. О восстановлении ограды. Да, уже сейчас очередь выставится, сейчас, секундочку. Я тогда, да, да, тему действительно затронула. Ну, я, Татьяна Васильевна, я вам уже сказал, что жалуйтесь прокуратуру, но это, конечно, так, да, честно скажем, это мало помощи, вы от нее, скорее всего, получите. Да, да, нет, нет, я просто жду сейчас. Да. Вопросов нет. Вопросов не было, да? Угу. Хорошо. Значит, Татьяне Осиповне продолжу отвечать, потом вам дам, нет, сейчас, секундочку, подождите, 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 сейчас. Значит, чтобы эффективно решить эту проблему, а не, ну, не такой вот формальной отговоркой от вас, что, мол, идите в прокуратуру, напишите. Значит, здесь политическая кампания, вот, потому что мы против многих вещей, которые у нас делаются, в том числе в сфере благоустройства, например, с уборкой листьев, там, или с покусом газонов, вот, формально я вам тоже скажу, там, идите же, пожалуйтесь туда, вот, идите, напишите в прокуратуру, на самом деле это неэффективно и не приведет, не приведет к решению проблемы, вот, а на самом деле нужно, конечно, тут политическую кампанию, вот, а для этого нужно подумать, как ее провести, вот, как организовать, кто будет участвовать, каким образом яблоко в этом может поучаствовать, конечно, может, как уже здесь предлагали, вот, безусловно. Да, я продолжу вас, если можно, Владимир Петрович, Нестеренко, Северо-Запад, Москвы, Тушино, Северо-Южное, значит, ситуация, я буду очень конкретным, не буду посылать прокуратуру, я прошел вот все этапы, вот, с коллегой, да, и узнал многое, мы просто поинтересовались, откуда проблема возникла, когда у нас занимались похищением ограждений тех цветников, газонов, которые мы посадили, откуда? Одна история, оказывается, какие-то уважаемые там немцы приезжали, пришли к Северо-Западу, Сергей Северо-Западу, говорит, ну что ж такое у вас, у нас цветы у вас, железки висят, он подумал, нашел кого-то, и тот говорит, хорошо, Антон Горбачев, ты здесь, приходи сюда, давай мы сделаем так, здесь сделаем, живую из, говорит, спасибо, давайте меня там куда-нибудь уберем, он сказал, да, а как это сделать официально, официально нельзя, скажет, вы же будете все против, да, нельзя, мне нужно показывать, метр вот этого ограждения стоит, я поинтересовался в жилищнике, метр стоит, погонный метр, то есть 1300, мы поинтересовались, я сам с шагомером прошел, по Тушино у нас, да, мы посчитали, 9000 погонных метров, вот жилищник стоит, слушай, скажи, пожалуйста, сколько на погонном метре ты можешь посадить цветочков, он говорит, ну штук 5, а сколько она стоит, ну такой дешевенький, ну руби 800, читайте 800 на 5, читайте, да, там 1300, здесь 800, потом я говорю, слушай, подождите, да слушай дальше, подождите, я говорю, подождите, ну не торопи меня, у нас вы еще не торопитесь, нет, метро работает, тычки работают, такси работает, я прошу прощения, могу договорить дальше, я хочу сказать дальше, но слушайте, то есть смотрите, когда просчитали, короче, похитил вас только, просчитал, да, 9000, можно что-то, 9 миллионов, 11 миллионов похитили, если сейчас посадить цветы, да, а цветы, вот эти цветочки, они, к сожалению, не приживаются, мы как посмотрели, как минимум 5% не приживаются, вот что-нибудь сказали, посыпать, чем посыпать, поскали там, понятно, посыпают чем, ну знаете чем, реагентами, я задал вопрос, сколько реагенты стоят, в Москве сколько стоит реагент, знаете ли нет, так вот стоимость реагентов, приобретенных, больше стоимости денег, которые выделяют на медицину, чтобы знали все, только надо знать, потом об этом говорить, поэтому цветы, которые якобы все одели, они не прижились, потом зимой закопали, все, и каждый год потом, вместо тех вот, 11 миллионов, придется у нас на 4, 44 миллиона, каждую из вашего кармана соберут, у нас только в Тушино, вы считаете, сколько у вас будет из вашего кармана, посчитайте, поэтому я такое требование сказал, ребята идет хищение, пришли, вот вы сказали там, иди в прокуратуру, не, не надо, пошли мы к депутату, он говорит, знаешь что, ну да, принято решение, да, секундочку, у нас один такой парень, вот такой же, как вот Саша, обратился, депутат Мосгордумы, Ярославский, Владимирович, знаете, говорю, что если похитили, надо сказать найти того, мне тоже ответили там, по дому, где я живу, значит, такой хитрый ответ, сошлись, там есть такой, значит, протораспорт, да, не так, была, встреча была, собираем, смотрели, номер такой, такой, там ничего нет, то есть вранье, нам отвечают, извините за слово, вранье, но честно говорить, мы же не дураков здесь собрали, да, поэтому, надо быть конкретным, отвечать конкретно, значит, вопрос в чем, как вернуть эти ограждения, как я говорю вернуть, я говорю, посчитайте сами, кто похитил, кто был, как всегда, война, кто начал войну, солдат нет, главный, тот же самый, кто был в команду, ребята, возьмите, возьмите деньги, верните, и восстановите ограждение, вот все я сказал. Ну, я могу рассказать, как бы, наш опыт нашего района, просто в какой-то момент, у нас очень много домов, подали заявки, благоустройство, и там было ограждение, и вот то, что именно сыграло роль, наверное, то, что, ну, жители этих домов активно приходили, там, на совет депутатов, требовали, вот, и мы тоже поддерживали эту инициативу, и в результате, действительно, нам привезли в некоторые, в два района, эти самые ограждения, так что, вот, можно сказать так, то есть, приходило где-то, наверное, со всего района, штук, 10 разных домов, вот, можно сказать, что небольшая общественная компания, да, да, она прошла, ну, так, с половинным успехом, скажем так, вот, и опять же, что я могу сказать, что хорошо работает, когда люди приносят, ну, мы запросили со всего, на весь район, паспорта благоустройства, и когда люди обводят, там, такая, вот, в паспорте есть эти ограждения, там, вот, как бы ссылка на вот этот документ, она, в принципе, работает, вот. Я была бы благодарна, если бы была конкретная помощь или совет, ситуация 39 закон, полномочия и обактирование, работ по благоустройству. Ну, вот, хотелось бы поучаствовать конкретно в актах приемки выполненных работ по благоустройству. 484, 507, 849 постановление. 507, там все просто, там прописано участие, но финансирование по 507, оно уже прекратилось, остается 484 и 849, там не прописано, и вот столкнулась с такой ситуацией, совет депутатов не принимает решения о распределении, о участии в актировании выполненных работ. Добровольно меня никто туда тоже не вписывает. Вот как это можно понудить, не понудить, ну вот, вот так вот. Да, ну, здесь, да, здесь правильный вопрос, а сколько, сколько депутатов принимает решение? Сейчас я вам дам. Да, совет, совет это коллективный орган, поэтому если вы там что-то хотите, то пока совет не проголосует, то вы, соответственно, и не станете уполномоченным депутатом. Вот, поэтому, ну вот мой, так сказать, разочаровал он вас, или помог как-то вам, ну, мой ответ вот такой вот, вот, что здесь зависит от расклада, а жителям, которые здесь присутствуют, это урок в том плане, что, ну, за кого надо голосовать. Потому что я надеюсь, что у нас здесь, конечно, активные жители собрались и голосуют за представителей правильных партий, ну, в частности, яблоко, вот, за депутатов, которые яблоком выдвинуты, ну, или каких-то дружественных, по крайней мере, не за единую Россию. Вот, и тогда таких вопросов из таких советов депутатов, где большинство, в большинстве не единая Россия, там, скорее всего, не будет поступать таких вопросов. Вот, но вот если у вас там единая Россия в большинстве, да, вот, то вам, конечно, там тяжелее за свои права бороться. Они еще и юридически отказываются, они говорят, в 507-м присутствует вот эта вот фраза об актировании, а в 849-й, 484-й не присутствует, поэтому мы вообще этим заниматься не будем, вообще даже на совет депутатов не будем. Ну, понятно, да. Северо-западный административный округ, район Щукино. Значит, по поводу ограждений. Их у нас сняли ночью, как всегда. Значит, у меня столько отписок, видимо, невидимы. Значит, они пишут мне в основном бордерный камень, но что с бордерным камнем у нас происходит? Наши автомобилисты ночью, значит, этот бордерный камень снимают и, конечно, делают парковку. Это просто вообще закон. Все время это делается. И сколько мы не пишем, и сколько мы... У нас есть, во-первых, кадастр официальное имиджевание. Мы самые первые все это сделали. И все равно писали столько отписок. Да-да-да-да. И вот уже четвертый год я пишу все время восстановить, восстановить. Значит, предлагают крик, чтобы именно была заявка от всех жителей. Мы это тоже делаем, но в основном не там. Спасибо. Постарайтесь побольше соратников вокруг себя собрать, и тогда, как уже депутат вам здесь сказал, тогда, возможно, вы придете к успеху, потому что успешные истории есть. И вот они конкретно здесь были. сюда ходите. Нет, ну, депутаты, вот конкретный депутат, да. Мощный депутатский корпус. У меня маленькая ремарка, две, и вопрос. Ремарки те, что департамент жилищно-коммунального хозяйства потерял и Б, просто департамент жилищно-коммунального хозяйства, как уже отмечалось, что в этот департамент перевлился департамент природопользования Кульбачевского, теперь, так сказать, они вот, он как бы под департаментом коммунального, жилищно-коммунального хозяйства, это показывает статус, как у нас природу защищают. У нас теперь коммунальщики, которые все асфальтируют, они как бы доминируют, да, над посадками, так сказать, зеленых насаждений. А теперь вопрос. Здесь, кстати, вот коллега моя, она обозначила, но вот я считаю, что это очень важный вопрос. По 507-му постановлению, соответственно, Совет Депутатов согласует адресный перечень дворовых территорий по благоустройству, и там же прописано, каким образом осуществляется участие депутатов в, соответственно, открытии, контроле работы по приемке, работе по благоустройству конкретных дворовых территорий. Соответственно, при согласовании этого адресного перечня, там Совет Депутатов утверждает у полномоченного депутата по каждой конкретной территории. Это вот в 507-му постановлении. Значит, здесь вопрос, вот в чем. Мы прекрасно понимаем, какие средства тратятся из бюджета, а сейчас к этим средствам значительная часть добавляет средства от платных парковок в районах, там, где, соответственно, эти платные парковки есть, но поскольку у нас идет перераспределение даже по внутри округа, ну, и по западному округу, скажем, платных парковок в районе Внуково, которые входят, наверное, крохи есть основные, более центральных, это Раменки, это Дорогомилова, это Филидовыдкова, вы понимаете. Но, тем не менее, перераспределение происходит, значительная часть идет от платных парковок на благоустройство, соответственно, у нас получается так, мы здесь уже говорили, вот, что заказчиком на благоустройство выступает ГБУ жилищник, да, и он же является исполнителем, то есть здесь получается так, он и заказчик, и исполнитель, и контролера, и сам у себя все принимает, поэтому, вот о чем коллега моя говорила, а как контролировать потом, вот то, что он сделал и себе написал в актив, как сделанное, потому что вот здесь, вот я, по крайней мере, разговариваю с коллегами, они вообще от этого уходят, то есть где, то есть там, там нет такого понятия, как, скажем, то, что мы знаем из капитального ремонта, там, формы КС-2, формы КС-3, там этого нет, там, соответственно, там совершенно другой вид отчетности, который, который он закрывает при выполнении работ, и с учетом того, что жилищник и управа, они же, так сказать, идут рука об руку, они вот эту документацию вот уполномоченному депутату, уполномоченному, не просто сказать, не представляют, соответственно, эти работы они закрываются сами, то есть наплевав на депутатский корпус, они просто закрывают их сами, контролировать мы это не можем, понимаете, в чем дело, вот каким образом это, причем все прекрасно понимают, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства говорит, нет, надо все организовывать под 507-м постановлению, надо, только никто ничего не делает, вот какой существует опыт, может быть, просто вы по Москве больше, так сказать, по этому вопросу общаетесь, что здесь делать, может быть, действительно какая-то должна быть компания? Да, я поддержу вот это ваше последнее празднование, что здесь должна быть компания. Да, что здесь должна быть именно компания, изменение в 507-е постановление, которое бы четко прописывало, что вы работаете вот по такому-то порядку, значит, уполномоченный депутат имеет то-то, имеет право то-то-то-то, потому что я могу с вами поделиться другими историями, еще даже более печальными, чем тех, про которые вы рассказали, когда уполномоченному депутату вообще не дают ничего подписывать, вот, ссылаясь на то, что я не помню, из какого района, но вот просто из юридического чата, из нашего поддержки депутатов от «Яблока», депутаты жаловались на то, что им у права говорит таким образом, что вы, пожалуйста, вы можете участвовать в приемке этих работ, но подписывать ничего не будете. А они спрашивают, а почему? Почему? А потому что акты так составлены, что там нет места для вашей подписи. Акты таким образом оформлены. Вот. Спрашивают, а кто так оформил акты? Значит, мы начинаем разбираться, а каким образом вообще они должны быть оформлены. А оказывается, они оформляются произволом государственного заказчика. Там в 507-м постановлении там написано, что государственный заказчик, ну, по сути дела, определяет форму акта, вообще порядок приемки этих самых работ по благоустройству. Вот. И какой захотел акт, такой он и написал, такую форму и создал. Вот он создал форму акта, в котором он не подозревает вообще о существовании уполномоченных депутатов. Вот. Которые там где-то болтаются между ног и мешаются. Вот. Поэтому, понимаете, здесь нужна, безусловно, компания политическая. И вот таким вот образом я вам могу ответить, что, значит, боритесь за свои права. Вот объединяйтесь. Ну, по крайней мере, депутаты от Яблока могут создавать партийное такое широкое объединение депутатов и выступать, входить в правительство Москвы с тем, чтобы изменить постановление правительства Москвы номер 507, сделать его более четким. Чтобы там было прописано то-то, то-то, то-то и то-то. Вот в таком-то порядке. Да, спасибо, Алексей. Сергей Федосеев, Северо-Восток. Ну, два вопроса. Первый – это вообще правомерно ли, когда префектура получает финансирование, передает их ГБУ жилищник и тот без конкурсных процедур их осваивает? То есть никаких аукционов не проводится. Получается, что префектура и заказчик, и как бы исполнитель их. Ну, проводит ГБУ жилищник, нанимает кого-то, если мозгов своих. Он проводит аукционы на, ну, допустим, на резиновую площадку. То есть сами не умеют делать, а на это проводят аукцион. А если что-то там копать землю, это они умеют, на это дело не проводят. Вот. То есть правомерно ли именно вот такая процедура без аукциона передавать деньги от префектуры ГБУ жилищник? И вопрос номер два – это в конце 2017 года было постановление правительства Москвы 10-13 от 15-го, 12-го, 17-го по поводу согласования проектов богоустройства. Ну, эти правила, они по всей Москве сейчас должны действовать, и там эти проекты богоустройства разрабатывает департамент ЖКХ и должен согласовывать со всеми вообще департаментами. это не делается практически никем? То есть знакомо ли вам вообще это постановление? Нет, пожалуй, я с этим постановлением... Да. Да? Скажите, прокомментируйте. Там антенны и коммуникации, конечно. Значит, я секунду. Это очень правильно, вот, если бы вы отметили это постановление, оно касается не дворовых территорий, это территории города, города. И то, если мы говорим о дворовых территориях, то там проект не разрабатывается, там Совету депутатов представляется проектное предложение, они вот такой термин придумали, но не проект. А вот здесь, правильно говорите, здесь должен быть разработан проект, и там четко скажено в этом постановлении 10-13, которое разрабатывает соответствующая организация, имеющая лицензии и так далее и тому подобное. Но это постановление очень хитрое, если бы вы читали, то в нем даже слова там местное самоуправление либо муниципальные депутаты нет. То есть вообще, то есть вот это все такой междусобочек, между департаментом, который сами разрабатывают, между собой все учредили, согласовали, все приняли, все построили, деньги освоили, все муниципальные депутаты, вообще жители здесь вообще никак не участвуют. Даже в формате общественных обсуждений, хотя они эти общественные обсуждения проводят, ну, так, чтобы, это сказать, вот же с доброй волей по отношению к жителям. Вот недавно в Дорогомилово были эти общественные обсуждения по благоустройству, значит, части, площади Киевского вокзала, там многоэтапные, то есть, ну, там это, ну, я думаю, там под полмиллиарда, наверное, денег вот на все это благоустройство в итоге идет, может, даже и больше. Просто это гигантские масштабы, это не дворовая территория, это очень большие, комплексные работы по благоустройству, где жители и депутаты участвуют только, вот они допустили в формате общественных обсуждений, не более того. Да, я благодарю за ваше пояснение, да, вот, ну, частично вот вы услышали, Сергей, ответ на свой вопрос, вот, что касается передачи денег от жилищника, от префектуры жилищнику, ну, если жилищник выиграл конкурс, то он на законных основаниях, нет, по приказу такого, по-моему, не может быть, да, нет, вообще он должен через, все через госконтракты делать, вот, через госзакупки. Да. Да. Ну, у нас же есть закон конституционный, у нас есть федеральные законы, в которых ранжируются, какие именно распорядительные документы, да, выпускают органы власти, и в частности распоряжение, но ниже только приказа, еще письма, да, да. И вот меня это очень смущает. Так, в целом, среди юридической общественности раньше было известно, что распоряжение префекта имеет, это нигде не год, оно действует, и дальше должно обновляться, возобновляться, продлеваться и так далее. Сегодня я встречаю распоряжение 15-летнее. Это благоустройство, например, очень важно, потому что не только меняется мода на озеленение там и так далее, резко возросли цены, например, на однолетники. На них делаются состояния за один сезон. Потому что когда одна петуния стоит 358 рублей, вы мне, конечно, простите, но она вот прямо сейчас вот умерла и уже не воскреснет. А мы миллионами, причем обеднел одновременно весь ассортимент. Куда бы ты ни пришел, под дикие крики ты видишь одно и то же. Это шалфей красный, понимаете, немножко зелененького, немножко это бегония там жалко. И при этом, вот ВДЛХ является, где вместо специальных ковровых сложнейшие там озеленения, оно и науку двигало. Меня это смущает, потому что это опустилось на уровень управ, скверов, и все на распоряжениях. И без конкурсов очень часто происходит. Я видела эти заявки, что мы просто покупаем миллион цветов. Вот, ну, клянусь. Четыре вида. 250 тысяч штук. Четыре вида. Ну, это немыслимо, потому что это такое мелкое, но в то же время огромное хищение. Вот я, и все это по каким-то распоряжениям, которые то не публикуются, например. Либо вы их находите в гарантии, ну, в консультанте плюс, и написано. Да, или недействующее, при этом заглядываешь в любой документ, да, на нем написано распоряжение 0,5, 0,4, да, то-то-то-то, то-то-то, вот. Ну, мне кажется, когда-то мы все-таки должны хоть в этой области начать наводить порядок, вот, больше себе. И последнее. Мне кажется, нужна опять у нас законодательная инициатива. У нас же резко уменьшились особо охраняемые природные территории по площади. И все время я хочу, чтобы мы все знали, что, например, парк Кузьминки гигантский этот, который состоит из парков, которых, например, парк Шкулева, такого парка нет в природе. Вот он так официально все больше и больше называется. В нем, его часто пишут, что это особо охраняемая территория. Ничего подобного. Площадь особо охраняемой природной территории в парке Кузьминки составляет 0, значит, 700 квадратных метров. Да, это единственная поляна, где растет там что-то, я уже успела забыть, что такое. И один дуб. И мне сказали специалисты, что это явление, реальное уменьшение их и медленное сокращение против генплана Москвы, которое является законом, это просто носит катастрофический на сегодня характер. И поэтому, мне кажется, мы все-таки должны как-то попытаться, потому что на общественных началах как-то организовать или круглый стол среди специалистов ботанического сада, Тимирязевского, там, лесотехнической академии. Да, и заслуживают. Ну, у нас же это ужас, правда? Мы из одного района, ну, и невозможно представить. Мало того, что от них отгрызают все время куски, так еще и вот так отсутствие и превращение их просто в парк культуры и отдыха, как они все числятся, позволяет делать то, что было сделано в Царицыно, где устраиваются коммерческие вечеринки в глубине, где стреляют, я лично это видела, фейерверки, значит, с животными и растениями дурно. Вот я предлагаю в результате вашей лекции, вот мы этим тогда займемся, организации круглого стола, для того, чтобы мы собрали и выслушали именно специалистов, потому что, ну, мы все любители, я не имею в виду, конечно, большую юридическую часть, но мы переживаем, как москвичи, да, и это, вот, я думаю, вот это было бы здорово. И, может быть, это было бы интересно тем, кто слушает нас, потому что это какие-то общие представления о том, как должно быть, и фундаментальные. Потому что со смертью академика Яблокова, то у нас это все-таки не должно заглохнуть. Ой, спасибо, извините, что это... Да, благодарю, Татьяна Ивановна, за такой глубокий содержательный комментарий. Да, да. Да, начинаем его прижимать к груди. Ну да. Ну да. Все, я вот так вот держу, да, сейчас нормально держу. Вопросов в чате не было, да. Собственно, к сожалению, у нас немножко съехало все на тему озеленения и экологии, да. Да, вот они, они впрямую на благоустройство именно. Асфальтирование – это благоустройство, конечно, да. Да, безусловно, 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 безусловно. И то, что сказал коллега Меньшиков, что департамент природопользования окружающей среды подминается структурами Бирюкова и департаментом жилищно-коммунального хозяйства, это, конечно, негативная тенденция, которую, ну, нельзя на которую вот так вот равнодушно взирать, потому что экология – это экология, а благоустройство – это благоустройство. Понимаете, ограждения там всякие, асфальт, уборка, бордюрный камень, мусоросборники – это благоустройство, да. Вот, раздельный сбор мусора – это тоже благоустройство, вот, но это, к сожалению, смешивается с экологическим направлением, и экологическое направление, оно растворяется в благоустройстве, вот, и теряет свою, ну, вот эту вот зеленую, которую профессор Яблоков отстаивал всегда, направленность, вот, которая особенно ценна, потому что нам ценны деревья, нам ценны кустарники, нам ценна зелень, вот, а не то, как это должно просто красиво выглядеть, вот, нам нужно дышать в первую очередь, да, вот, а уже во вторую очередь ублажать свои взгляды красивыми пейзажами, вот, поэтому на этом позвольте мне закончить, вот, моя, да, моя небольшая презентация на этом завершена, я прошу вас иметь в виду те контакты, которые я дал, да, если вы будете сталкиваться с какими-то конкретными проблемами у себя на территории, связанными именно с благоустройством, вот, то звоните, пишите, в общем, ну, чем смогу, тем я помогу. Вот, потому что к некоторым вопросам я, к сожалению, не готов вот так вот сходу на них отвечать. Мне, как юристу, нужно покопаться в документах, почитать какие-то нормативные документацию, вот, для того, чтобы подготовиться более содержательно и чтобы моя позиция более фундаментально выглядела для того, чтобы вам не просто так вот так вот сходу что-то такое по памяти там мне всплыло, и я вам ответил, вот, а мне нужно время для того, чтобы подготовиться. Поэтому я прошу прощения за те вопросы, на которые я не смог полноценно и так более-менее широко ответить, вот, где вы не смогли услышать от меня таких содержательных каких-то ответов. Вот, поэтому благодарю вас за внимание, да, и желаю вам всего, кто всего мне лучше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok